О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Смертоносная маршрутка в Киеве. Рейсовый автобус наехал на людей. Погибли два человека. Что говорит полиция? Две недели без тепла. Почему город в Хмельницкой области вынужден мерзнуть? И когда здесь начнется отопительный сезон? Горела крыша, горели кабинеты. В Днепропетровской области вспыхнул сельсовет. Что осталось от документов? Страшное ДТП в столице. В одном из районов Киева в оживленном месте маршрутка совершила наезд на людей. Погибли два человека. Один получил травмы. Как все было, выясняла Елена Зорина. На часах 10.20 улица Героев Днепра. Выход из метро. Остановка общественного транспорта. Рядом рынок и много людей. Все происходит прямо на глазах у торговцев. Маршрутка наезжает на людей в двух шагах от остановки. Закричали там, завершали и все. И все туда люди побегли. Здесь конечная 464 маршрутки. Водители ждут следующего рейса. Здесь же останавливается и троллейбус. Часто из-за припаркованных машин во втором ряду так произошло и сегодня, рассказывает Наталья, которая как раз в троллейбусе и ехала. Именно она позже вызывала скорую пострадавшим. Одна маршрутка стояла на остановке, вторая подъехала. И люди между маршрутками пытались пройти к троллейбусу, так как троллейбус был во второй полосе. Там было такое расстояние, что этот водитель хотел этим доказать, не знаю. Если бы там не было людей, он реально должен был врезаться в эту маршрутку. Так как там были люди, их зажало. Водитель стоял в шоке, пытался еще с маршрутки вытирать кровь. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Мужчина по пути в больницу, а не муж и жена, сообщают в полиции. Еще одному пострадавшему оказали помощь тут же, на улице. И он отправился домой. Патрульные будут дежурить здесь до вечера. Деталей не раскрывают. Я вам не подскажу ничего. Я остался на месте подъема. Меня остались несколько минут назад. Я не знаю детальной информации. Водитель троллейбуса уверяют в депо поступить по-другому не мог. Остановка транспорта определена. Рядом стройка и много припаркованных машин. Но и конечная остановка маршрутки тоже определена. В действиях водителя троллейбуса я нарушений не вижу. Если бы водитель начал протягивать дальше, чтобы прижаться к бровке и высадить пассажиров, то следующая остановка была бы за перекрестком. Кто виноват, теперь будут разбираться следователи. Всех участников ДТП ждет освидетельствование и допрос. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы. Тем временем на остановке возле рынка, где утром произошло ДТП, продолжают парковаться автомобили прямо на глазах у полиции. А где еще осталось? Человеку надо выйти, купить открытку и зайти обратно. Елена Зурина, Анна Каменева, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Как стало известно ближе к вечеру, водителя маршрутки задержали. После смертельного ДТП в Киеве намерены проверить всех маршрутчиков их лицензии и техническое состояние транспорта. Проинспектируют также, как контролируется состояние здоровья водителей. Это поручение мэра. Недобросовестных перевозчиков обещают лишать лицензии, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Ночная облава во Львове. Там искали призывников-уклонистов. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в ночь на субботу военные и полицейские заблокировали один из популярных у молодежи переулков Криволипа, где много развлекательных заведений. И стали проверять документы у парней призывного возраста. Тех, кто имел при себе студенческий билет, не задерживали. Силовики пытались также попасть в ночной клуб «Парадокс», но охрана к своим клиентам их не подпустила. Сегодня днем областном главке полиции сначала заявили, их сотрудники участия в облаве не принимали, но позже в интервью радио «Свобода» сознались. На месте все же были, выезжали по просьбе военкомата следить за общественным порядком. В военном комиссариате о деталях спецоперации пообещали рассказать на брифинге в понедельник, а в западном региональном медиа-центре Минобороны по телефону уточнили, никто во время облавы задержан не был. Потому что это не наша компетенция, в кайданки не вдягали. Единое, я знаю, что представители местных органов влади и самоврядувания, которые отвечают за призов, выполнили свои, будем так говорить, посадовые обязательства. О незаконности облав заявляют правозащитники и советуют пострадавшим найти побольше свидетелей и обращаться в админсуды. Військоматы должны вручать повестки не так. Повестки вручаются по месту проживания или по месту работы призывника, скажем, под расписку. Если призывник не появился, там могут быть другие санкции до призывника. Умажен закон. Ненасильно его уголокти в военкомат, залякувать. Это незаконно. В зоне АТО увеличилось количество обстрелов, как сообщают в штабе. Потерь среди наших бойцов нет. Особо горячо было на Мариупольском направлении, где противник четыре раза открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А на Донецком направлении под Авдеевкой использовали и стрелковое оружие, как прошел этот день в материале нашего военкора Ирины Баглай. Выходил. Работы артиллерии мы не наблюдали. Но четко слышали разрывы. Землю подрывало что-то очень доброе. Так еще засветло. Вчера боевики открыли огонь по защитникам Авдеевки из доставленных на этой неделе тяжелых орудий. С 16-го часа и заканчивается 01-го. Работа ствольной артиллерии и минометов. Работа бронетехники. Очень плотная. Бой завязался около 5-6 часов. Свою бронетехнику боевики традиционно размещают на окраинах захваченных городах. Швидше за все работа была из Спартака. Я думаю, Спартак, Киевский район, Куйбышевский район. И для укрития используют брошенные из-за обстрелов жилии дома. Подвоз боеприпасов, передвижение техники по трассе Горловка-Донецк. Для этого боевики используют ночь. Украинские военные следят за дорогой. А вот открывать огонь по этой транспортной артерии не позволяют минские договоренности. И днем по трассе без опасений быть обстрелянными проезжают легковые и гражданские авто. Тем, кто с передовых рубежей на высоте хорошо видит работу вражеской артиллерии, почти каждую ночь приходится отбивать тихую атаку врага. Дождь, болото. Казалось бы, это должно препятствовать попыткам штурмовых групп боевиков приближаться к позициям военных. Но именно из-за густых туманов они участились. Как только туман, так и мрякот. Заходят они скрытно. Так как замечаем, открываем огонь, уходят. Короткими перебежками. Лесопосадки, рвы, разрушенные помещения, маршрут подходов вражеских штурмовиков. Они, прячась за стенами, пытаются подобраться ближе и зайти в армейские окопы. Забегают туда в середину, там, собирают стоять, за стену встанут, чем-то ее побачивают, ничего. Постреляли, постреляли, ответка пошла, втекли. В это же время из своих укреплений напротив армейских позиций боевики пытаются отвлечь наших бойцов огнем из противотанковых гранатометов 73-го калибра. Там не одна СПГ работает. Видно, пристреляны позиции в них. После относительного затишья этой ночью боевики активизировались с полуночи 29 раз. Открывали огонь по всей линии фронта. Трое наших военнослужащих получили ранения. Ирина Баглая, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук. Из Донецкой области. Подробности в телеканал Интер. Траур в Черкассах сегодня на Соборной площади прощались с майором Сергеем Сиротенко. Выполняя боевое задание, офицер погиб 1 ноября на окраине Марьинки. Приспущенные флаги и моросящий дождь. В Черкассах война снова напомнила о себе. В городе объявили траур по погибшему майору Сергею Сиротенко. Сотни людей пришли на Соборную площадь, чтобы провести офицера последний путь. Сергей погиб 1 ноября на окраине Марьинки. Его группа выходила на операцию и наткнулась на минное заграждение. Командир погиб на месте. Еще один боец скончался спустя два дня в госпитале. Едва сдерживая слезы, боевые товарищи Сергея Сиротенко пытаются утешить родных офицера. Я трудно говорить обо всем об этом. Спи спокойно. Сергей Сиротенко ушел на войну добровольцем еще летом 2014 года. Прошел Иловайск-Дебальцево. Командовал ротой батальона Донбасс в Широкино. На фронте его считали удачливым и смелым. Ему лично удалось угнать из-под носа у противника боевую машину пехоты. За этот подвиг Сергея Сиротенко наградили именным табельным оружием. Хотя воевал он не за награды. Офицер, который умел рисковать, умел беречь солдата. Солдат берег, сам себя не успел, не смог. Наверное, спешил победу приблизить, но неожиданно. Замкомандир батальона на передовую. Он просто хотел научить других, спешил это сделать. Проститься с офицером пришли не только жители Черкас. Люди приехали из многих регионов. Замкомбата с военными почестями похоронят на Аллее Славы. У Сергея осталась мать, жена и трое детей, которые живут в съемной квартире. На собственную герой так и не заработал. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Не вносить в безоон конкурирующую резолюцию по миротворцам на Донбассе, а попытаться договориться с Россией о принципах будущей миссии. Такое неожиданное предложение Киеву озвучил в Вашингтоне спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Он также акцентировал, что миротворческая миссия ООН должна располагаться по всей территории Донбасса для наблюдения за перемещением техники и контроля за российско-украинской границей. Волкер также сообщил, что 13 ноября в Белграде намерен встретиться с помощником российского президента Владиславом Сурковым. А президент США намерен встретиться с Владимиром Путиным во время своего турне по странам Азии. В рамках поездки запланировано участие Трампа в нескольких саммитах, в том числе на Филиппинах и во Вьетнаме. Там и может состояться встреча президентов США и России. Сегодня же Дональд Трамп прибыл на Гавайские острова, где провел совещание с главой Тихоокеанского командования. После этого посетил мемориал линкора Аризона, затонувшего после атаки японских сил на Пёрл-Харбор. Дональд Трамп с супругой возложили венок в память о погибших. А в Украине сегодня чествовали павших в боях за освобождение Киева во время Второй мировой. Останки 58 солдат с почестями перезахоронили в селе Гатное в окрестностях столицы. Почтить память солдат приехали и депутаты-оппозиционеры, как проходила церемония, расскажут наши корреспонденты. Утром 6 ноября 1943 года Киев освободили от захватчиков. Сегодня, накануне этой памятной даты, 58 бойцов защитников столицы перезахоронили в селе Гатное, где находится мемориал. Их нашли во время поисковых экспедиций на линии обороны. Но опознать удалось только 12. Все останки подняты в Киевской области. Это Юровка Гатное и Барышевский район, и Бориспольский район. Это зона отступления уже по 41 году. Продолжаем мы сейчас поиск родственников. По 41 году это капсулы-идентификаторы, так называемые смертные медальоны. А с 43 года, к сожалению, были введены книжки красноармейцев, и они уже не дают нам шанс восстановить солдат. Уже больше 10 лет отряд Днепро-Украина возвращает память о наших бойцах. Вот на этом мемориале находится похоронено уже 980 человек. И еще больше 200 похоронено на могилах, на людишках в Блаздарме. Эта церемония уже традиционная. Ее здесь проводят дважды в год. За 11 лет работы поискового отряда его членам удалось отыскать останки больше тысячи военнослужащих и восстановить данные о 161 бойце. Нардеп Юрий Бойко говорит, эти солдаты были теми, кто защищал столицу в самые трудные месяцы войны. И таким образом мы благодарим их за защиту и отдаем им дань уважения. Мы считаем это очень важным, поскольку пока не похоронен последний солдат, война не закончена. Поэтому это благородное дело, которое делают ребята из Днепра, Украины. Это то, что нужно сегодня нашей стране. Память, нужно, чтобы был мир. Вот такие мероприятия, они как раз нужны для этого. Проститься с погибшими приехали ветераны из соседних сел и городков. Говорят, такие события для них знаковые. Ведь они, как никто, понимают, какую цену пришлось заплатить этим солдатам, защищавшим наше право на жизнь. Горела пшеница, горели поля, убивали людей, горела земля. И чтоб помнить о них, мы приходим, сынок, и на их, на могилки, мы ложим венок. Ольга Серебинская, Максим Чеблин. Подробности, телеканал Интер. Рефрижератор для солдат в зоне АТО передали волонтеры из Черновцов. Грузовик будет перевозить продукты, которые быстро портятся. Как рассказали сами волонтеры, эта машина была конфискована местной таможней. После многочисленных совещаний транспорт решили передать на Донбасс для одной из военных частей. Мы представляли интересы военной части. И в конце концов прошел долгий шлях. Прошло много комиссий. И на последней комиссии приняли решение передать этот рефрижератор военной части. которая принимает участие в антитеррористической операции. Израиль впервые испытал в боевых условиях новую систему обнаружения тоннелей. Испытания признаны успешными. Найденный подземный ход разрушен. Террористы понесли потерям. Продолжит Сергей Ослендер. Главное в этой новости даже не сам факт обнаружения тоннеля, а то, как именно он был обнаружен. Фактически это первое боевое применение новой системы поиска подземных ходов, которую Израиль разрабатывал с 2014 года после окончания войны с Хамас. Причиной конфликта послужили именно тоннели. Десятки подземных ходов вели из газа на израильскую территорию. Боевики планировали использовать их для нападений, диверсий и похищения заложников. Армия вошла в анклав, разрушила большинство коммуникаций, но разведка доложила, что боевики принялись их активно восстанавливать. Тогда, собственно, и было принято решение о разработке этой новой системы. Она включает в себя комплекс сейсмических датчиков, которые способны обнаруживать шумы подземных работ, особых приборов, которые находят пустоты под землей, рукотворные пустоты, похожие на тоннели, и устройства, которые заполняют эти пустоты бетоном. Стоимость системы – миллиард долларов. Эта комплексная система наконец-то работает, и мы видим ее результаты. Она обнаруживает туннель, она может его локализировать, а потом уже входят инженерные войска для того, чтобы это нейтрализовать, взорвать. Как именно работает эта система – государственная тайна. Известно только, что она способна находить подземные ходы глубоко под землей. При этом строители тоннеля ни о чем не догадываются. Этот фактор внезапности израильтяне блестяще использовали. Военные инженеры осуществили контролируемый взрыв и завалили подземный ход. Вел он, кстати, к израильскому поселению Кисуфим. При взрыве погибли 9 боевиков исламского джихада, еще 15 получили ранения. Группировка в ответ объявила мобилизацию своих сторонников в Гази, пообещала жесткие ответные меры. Израиль отреагировал к границе с анклавом. Армейское командование стянуло танки и артиллерию. Там же развернули батареи противоракетной системы «Железный купол» на случай, если палестинцы захотят ответить ракетными обстрелами. Но решимость Иерусалима, видимо, террористов напугала, поэтому никаких ответных мер не последовало. Тем не менее, на дорогах, ведущих в южные поселения, установлены блокпосты и въезд туда пока закрыт. Сергей Услендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканала «Интер». 30 тысяч беженцев бесследно исчезли в Германии. Все они должны были покинуть страну, но никаких данных об этом у немецких силовиков нет. А служба статистики тем временем подсчитала, сколько всего мигрантов сейчас ищут приют в Германии. Точные цифры знает Татьяна Лугунова. 1 миллион 600 тысяч человек ищут сейчас убежище в Германии. Такие данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство страны. Эксперты подсчитали, за последние несколько лет количество беженцев увеличилось вдвое. Две трети из них мужчины преимущественной Сирии, Ирака и Афганистана. 1 миллион 600 – это все. Те, кто уже официально получил статус беженца, те, чьи документы пока рассматривают. И даже мигранты, которым уже отказали, но они пока не покинули Германию. Таких в стране, согласно статистике, более 50 тысяч. Впрочем, сколько беженцев, которым отказано в убежище, действительно до сих пор находятся на территории Германии, непонятно. Немецкие власти ничего не знают о местонахождении 30 тысяч человек. Такое признание в интервью одному из немецких изданий сделали представители Министерства внутренних дел. Эти 30 тысяч могли как уехать из Германии, не предупреждая миграционные службы, так и спрятаться, чтобы избежать депортации. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Более 5 миллионов долларов пожертвований для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола в Африке пропали из-за мошенничества и коррупции. Этот факт были вынуждены признать в Красном Кресте. Аудиторы в ходе расследования обнаружили закупки по завышенным ценам, зарплаты несуществующим сотрудникам в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинеи, а также фальшивые таможенные счета. Теперь в Красном Кресте намерены ужесточить финансовые правила и привлечь к ответственности всех виновных. ООН обвинили в сексуальных преступлениях. За последние три месяца в Организацию Объединенных Наций поступило более 30 жалоб в адрес ее сотрудников. Жертвами сексуального насилия стали как минимум 24 женщины и 6 девочек в Южном Седане, Конго и Сагаити. Большая часть обращений касается военного персонала миротворческих миссий. Пять обвинений выдвинуты против сотрудников управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Секс-компромат как средство политической борьбы. Министр обороны Великобритании лишился поста из-за интриг в правительстве. Так пишут британские СМИ. Майкл Феллон якобы хотел уволить лидера палаты общин Андреа Летцем, но она первая нанесла удар, собрав досье на чиновника с фактами сексуальных домогательств на протяжении всей его карьеры. После этого Феллон подал в отставку, признав, что его поведение не соответствует стандартам британских военных. А новым министром обороны Великобритании стал человек, о котором многие даже и не слышали. Темная лошадка. Кто же он? Перспективный политик, которому крупно везет, или же расчетливый и беспринципный манипулятор? Выясняла Светлана Чернецкая, Анна в Лондоне. Его политическую карьеру иначе, чем стремительная, не назовешь. Гевин Уильямсон перепрыгнул сразу через несколько ступенек по служебной лестнице и возглавил одно из главных ведомств страны, чем очень удивил соратников по партии. Совершенно новое имя в британской политике. До этого времени Гевин Уильямсон был абсолютно непубличным человеком. Даже в парламенте ни разу не выступал. Но он очень хорошо знает партию изнутри. Последний год занимал пост так называемого «кнута». По сути, он имел досье на каждого политика. И что очень важно, прямой доступ к премьеру. Поэтому, когда министр обороны Феллон из-за секс-скандала был вынужден уйти в отставку, Уильямсон очень удачно воспользовался ситуацией. Он однозначно умен, однозначно талантлив, однозначно амбициозен. Но очень многие возмущены этим назначением. Один из руководителей Министерства обороны мне сказал, что Уильямсон практически назначил сам себя. А Тереза Мэй слишком слаба, чтобы ему помешать. Многие рассматривают этот шаг как еще одну ошибку премьера. Ее очень подкосился к скандалу в парламенте. Дело уже дошло до полиции. Консервативная партия обратилась в органы с просьбой расследовать обвинения в домогательстве против депутата Чарли Элфики. В чем конкретно он провинился, не сообщает. Ну а Тереза Мэй опубликовала новый свод правил для парламентариев, в котором консерваторам запрещается использовать свою власть для запугивания, домогательств и дискриминации. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Рукописи не горят. В Днепропетровской области пожар уничтожил Юрьевский сельсовет. Больше всего пострадал кабинет сельского головы. Предположительно, именно здесь и вспыхнул огонь. Документация в сейфах уцелела. Примечательно, что буквально в пятницу уволились все сотрудники сельсовета, включая председателя. Причины пожара устанавливают, но одна из версий поджог. Минувшие выходные в Юрьевке прошли выборы в объединенную территориальную громаду. Новым председателем избрали Ивана Буряка. В понедельник ему должен был передать всю документацию предшественник Владимир Долбыш. Комментировать причины увольнения сотрудников и пожара он отказался. Я же вам говорю, доброжелателей очень много. Понимаете? Пускай милиция занимается, сейчас выйдет МЧС, экспертная комиссия. Пускай устанавливают причину пожара, а тогда будем комментировать. Ну а решение про звольнение сотрудников, почему таки приняли? Украинцы замерзают в своих квартирах. По данным мэра Киева, в столице без отопления до сих пор более 300 домов. А в некоторых городах ситуация еще хуже. В Шепетовке Хмельницкой области все госучреждения, большинство школ и 6 тысяч квартир с холодными батареями. При этом жители исправно платят за коммуналку. Почему же вынуждены мерзнуть, выясняли наши корреспонденты. Я в этих носках сплю, я не скидаю. Вот такое, как я сижу, кроме этой куртки сейчас скидаю. Накидаю на себя и по одеяло, и по кривало. Все на меня есть. 75-летняя Надежда Шевчук живет с мужем-инвалидом. Недавно он перенес инсульт. Почти все время лежит. Температура в квартире днем плюс 10, ночью ниже. Отопления нет, хотя за коммуналку семья платит исправно. Сходула вода, зном грею, зном плоду. Три одеяла. Дивите, одне одеяло укриваю, другим укриваю, третьим укриваю. Укушайте, спите. Эта многодетная семья тоже греется газом. Из-за перепадов температуры стены мокрые и уже появилась плесень. Утром муж встает, включает на кухню газ, чтобы чуть-чуть нагрелось. И тогда уже мы все одеваемся и выходим. Все 8 городских котелин по договору концессии в 2011 году городсовет передал коммерческому предприятию Шепетовка Энергоинвест. Оно и отапливает город. Но котельные простаивают. Основная засовка, через которую подается газ на котельню. Как видим, она опломбована пломбой. Шепетовка газа. И мы права не можем ее открывать. Ген-директор предприятия говорит, если ударят морозы, трубы, которые уже наполнили водой, лопнут. И Шепетовка повторит судьбу Алчевска. Но топлива нет. Нафтогаз не выделяет. Из-за долгов 57 миллионов гривен. Мы имеем договоры, имеем прогнозованные объемы на газ, но нет подтвержденных лимитов. В связи с этим мы можем запуститься. Снак «Нафтогаз» вымагает предплату в размере 7,2 миллиона гривен. Но и таких денег у предприятия нет. Мол, государство задолжало им более 30 миллионов гривен за разницу в тарифах. Плюс долги населения. А вот мэр города утверждает, задолженность предприятия с расчетами горожан не связана. Приблизительно с 13-го года она наращивалась постоянно. Постоянно развязывалась, чтобы погасили борги. Вменились к руководству к «Нафтогазу». И вопросы поставили так. Сначала платишь деньги, а потом отримаешь газ. Два года назад горсовет пытался через суд расторгнуть договор с «Энергоинвестом». Не удалось, поэтому построили модульные котельные для детских садов. Сейчас там проблем с теплом нет. А вот школы переобрудовать не успели. Ученики на каникулах. Предприятию дали срок до понедельника. Если не подадут тепло, мэрия расторгнет с ним договор и передаст сети на баланс коммунального предприятия. А представители антимонопольного комитета, СБУ, полиции и прокуратуры начнут проверку «Энергоинвеста». Кирилл Ющишин, Лариса Светловская, Тарас Тарасов, телеканал «Интер». Тайцы уже попрощались с осенью и встретили зиму. Об этом и не только в нашем обзоре. В Пражском парке Литна состоялся заезд на исторических велосипедах. Впервые подобное мероприятие провели почти 25 лет назад в формате гонок. Но после каждого такого соревнования было много травмированных из-за падения с неудобных сидений. Так что в этом году участники мероприятия уже просто катались в свое удовольствие. Артефакты ацтеков, которые раньше не выставлялись на публике, продемонстрировали в музее в Мехико. В начале этого года их нашли на территории комплекса пирамид Тепломайер. Среди экспонатов – алтарь, скульптуры, элементы балерьефов и фрагменты захоронений. По словам археологов, экспозиция по-новому представит могущественную империю ацтеков. Около тысячи женщин одновременно кормили грудью своих детей в парке в центре богаты. Таким образом, они протестовали против неприятия грудного вскармливания в общественных местах. Подержать право жен кормить детей, когда и где это будет необходимо, пришли и их мужья. Кроме того, активные мамы хотят на собственном примере популяризировать грудное вскармливание как наиболее полезное для младенцев. Розовый кадиллак Элвиса Пресли, фортепиано и платье Уитни Хьюстон, ночная рубашка и костюмы Джеки Кеннеди уйдут с молотка в Лос-Анджелесе. На аукционе также продадут предметы, которые принадлежали Битлз, Курту Кобейну, Принцу, Майклу Джексону и другим звездам. Среди самых оригинальных лотов пучок волос Элвиса Пресли и клоун, нарисованный Фрэнком Синатрой. Ставки в интернете начнут принимать 11 ноября. В Лондоне засияла елка от кутюр. Модный дуэт Дольче Габбана украсил рождественское дерево и витрины торгового центра Харротс. Гирлянды зажгли сами дизайнеры Доминика Дольче и Стефана Габбана. Много внимания уделили созданию праздничных композиций в витринах универмага. Манекены и куклы в костюмах от известных кутюрье. Тысячами небесных фонариков тайцы проводили осень. По местному календарю как раз закончился сезон дождей и началась зима. Праздник Лойкратхонг традиционно отмечается в полнолуние 12 месяца по тайскому лунному календарю. В благодарность заводу, которую послали небеса для всего живого, тайцы и зажигают фонарики. На праздник обязательно приходят семьями. Считается, что вместе с огоньками в небо улетают все проблемы, с которыми столкнулись тайцы за год. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова